Украина убедительно победила в Стокгольмском арбитражном международном суде. Результат этой победы является победой над Россией на энергетическом фронте гибридной войны, которую Россия вела против Украины 20 лет. В 2009 году премьер Юлия Тимошенко заключила кабальный для Украины договор, по которому Украина платила за газ дороже, чем платили европейские страны. Она до сих пор ни разу, ни в эфире ни одного телеканала, ни в Верховной Раде, так и не дала ответ, почему этот договор был заключен на столько невыгодных условиях. У меня есть своя точка зрения, что это была скрытая договоренность с Владимиром Путиным, условия поддержки России и ее на выборах кандидатом президента Украины в 2010 году, которые закончились ее полным фиаском, и то, что Путин не поверил ей, поддержал в конечном итоге Януковича. А Украина осталась с огромной проблемой, с тем, что Газпром насчитывал нам 45 миллиардов долларов долгов по этому дурацкому договору. И благодаря слаженной работе команды «Нафтогаза» Кобалева-Ветренко, которые в свое время получили указание премьер-министра Синия Цунюка подать в суд еще весной 2014 года на Газпром, после трехлетней работы юристов, это победа. На сегодняшний момент Стокгольский арбитраж четко признал, что Украина не обязана платить Газпрому долги по этому глупому соглашению. Кроме того, Стокгольский арбитраж обязал Газпром пересмотреть цену газа для Украины по этому договору. Она должна быть значительно ниже, что позволит перспективе, если это получится заставить Газпром, а это получится, но это потребуются годы заставить снизить цену. Это может повлиять на снижение в целом цены на газ в Украине. И третий вопрос, который еще остался на рассмотрении Стокгольского арбитража, это встречный иск «Нафтогаза» с требованием заплатить Газпром недоплаченные суммы за транзит газа. Потому что по этому договору получилось так, что Украина платила огромные деньги за газ Газпром, больше, чем платят европейцы. Но Газпром платил нам цену за транзит через Украину значительно ниже, чем он платит по сетям других стран. Поэтому это полная безоговорочная победа. Акции Газпрома упали на бирже на 2%. С учетом того, что Газпром капитализировал на сотню или 2 миллиардов долларов, это уже за один день российская экономика несколько миллиардов потерь. Поэтому это сокрушительный успех украинских юристов, украинских экономистов, патриотов, той команды, которая этого добивалась, команда Народного фронта.